Благодаря нашему сегодняшнему гостю утро обещает быть поэтическим. 21 марта, во Всемирный день поэзии, к нам заглянул Тимофей Тимкин. Говорит, что первое стихотворение написал в пять лет, но осмысление того, что хочет связать жизнь с поэзией, пришло позже. Сейчас молодой человек учится в НГУ на гуманитарном факультете. Кем будет работать по его окончании, пока не загадывает, но хотел бы связать жизнь с философской наукой. Тимофей Тимкин регулярно печатается не только в университетском журнале, но и в городских региональных изданиях. А в споре творческих людей резон – смешная вещь. Ведь нет здесь тех, кто выше и кто ниже. А у тебя завален горизонт. А я художник, я так вижу. Вот такое у нас сегодня поэтическое начало интервью. Все потому что сегодня Всемирный день поэзии, и у нас в гостях поэт Тимофей Тимкин. Здравствуй, доброе утро. Рассказывай. Все-таки считаешь больше Всемирный день поэзии профессиональным праздником, либо поэт – это не работа, а состояние души? Ой, вообще кто такой поэт и что такое поэт – это вопрос спорный. И больше всего по этому поводу передрались уже сами поэты. Потому что для людей, которые, может быть, не в этом и не в этой тусовке, все достаточно определено, что вот человек чего-то рифмует, вот он поэт. А вот если подойти к человеку пишущему и спросить, что такое поэт, или даже в лоб, а ты поэт, там вот такие начнутся рассуждения, что ни в каком словаре не зафиксируешь все значения и все определения. Лизмы пойдут, ого-го. Вот мы с тобой до эфира говорили, такой вопрос у меня был, во сколько лет начал писать стихи? Ты подумал-подумал, сказал, ну, наверное, в пять, хотя… Вообще, как-то можно определить тот момент, когда ты стал поэтом? Либо это все плавно происходит? Это все происходит плавно, потому что с детства разговариваешь на этом языке. Если тебе это интересно, то, может быть, с детства ты как-то этим языком играешь, а потом это вдруг дает какие-то результаты. Так что нет, эту точку определить невозможно. Конечно. Возможно определить точку, когда я стал немного это все делать на показ. Потому что если в детстве, ну, писал что-то, и вот оно никуда, и… А как же перед родителями на табуретке? Это же классика. Перед родителями на табуретке, да, и это, конечно, было, но все это, в общем, никуда не пошло. А потом просто в какой-то момент оказалось, что я этим занимаюсь, и это интересно почему-то не только мне. Как-то возникло желание это выложить куда-то в интернет, показать, записать. Вот эту точку отследить, конечно, легче. И когда же первое стихотворение выложил? В 11 классе, наверное. А как друзья и вообще… У тебя родители поэта, нет? Нет. То есть совсем далекие, да, от этого? Очень. Как реагируют друзья, родственники, родители? Родители, понятно, гордятся. А вот друзья, вроде как модно быть банкиром, модно быть менеджером, но никак не поэтом. То ли дело во времена Пушкина. Поэт был вот это ого-го в то время. Ну, реагируют друзья с трудом, конечно. Нет, на самом деле есть разные друзья с разными вкусами. И, допустим, одних своих товарищей я стараюсь не очень грузить всем этим делом. А другие, наоборот, сами пишут и сами что-то публикуются. И мы вместе в одних тусовках всегда своими стихами. А такого нет, что об Аклое-то говорят, слушай, вот там завтра у Маши или у Вити день рождения, напиши, пожалуйста, там четыре строчки. Ну, такого что-то давно нет. Можно или нет вообще писать стихи на заказ? Либо это нужно, чтобы действительно пришло какое-то неожиданное вдохновение, муза посетила? Ой, знаете, есть такой спор классический, да, причина и повод. Да. Давай поспорим. Можно писать по причине и по поводу. Вот причина, она всегда внутренняя. И причину тебе никто не навяжет писать. А повод можно. Вот, например, у нас издатель Новосибирский Дмитрий Бочаров. Вот он сделал сборник стихов о Новосибирске. И он меня туда пригласил, и вот когда пришло приглашение, мне даже не надо было что-то специально выдумывать для этого сборника, потому что, ну, я и так пишу о городе, он мне нравится. То есть причина у меня внутри своя, а повод мне предложили, и получилось стихотворение вот для проекта. Ждем стихотворение о Новосибирске. Сразу после новостей, я думаю, Тимофей нам кусочек его прочтет. Всемирный день поэзии 21 марта отмечают с 1999 года. Для нашего сегодняшнего гостя этот праздник, можно сказать, профессиональный. Тимофей Тимкин увлекается поэзией с детства. Сейчас 20-летний юноша учится в НГУ. В 2012 году выиграл конкурс студенческой поэзии «Сверхновое чудо». Позже повторил эту победу. Любимый поэт нашего гостя Андрей Вознесенский. Основное время уделяет учебе и поэзии. Что касается хобби, то это музыка. Тимофей Тимкин печатается в университетском журнале, а также в издании «Ликбез». Свои стихи он читает и в студии «Оранжевого утра». А мы продолжаем наше интервью. Я напомню, что сегодня у нас в гостях поэт Тимофей Тимкин. Очень приятный вид в гостях молодого поэта. Потому что, как говорится, не перевелись начинающие поэты в Новосибирске. А говорили как раз о городе, о том, что ты пишешь стихи о городе. Вот что навевает поэтические строки? Ну вот, я был период, когда я каждый день ездил в Академгородок и обратно. Там был автобус с номером 1209, по-моему. И у меня родились там строчки, что я ездил от конечной до конечной, по бесконечным городским маршрутам с такими же большими номерами. То есть это стихотворение уже можно считать, конечно, историческим фактом, потому что этого автобуса больше нет. Зато память о нем осталась. Я успел запечатлеть его. Свои щеки. У каждого, наверное, мне кажется, писателя-поэта есть свои темы. И вот я знаю, что у тебя их целых три. Расскажи, какие? Целых три. Ну, важное место там занимает тема «Чудо», очень интересная для меня. Есть такая необычная тема, тема гонки, тема жизни как гонки, тема жизни как постоянного соревнования. И, наверное, любви тоже. Ну, все пишут о любви, что уж. Ну, любовь, ладно, бог с ним. Вот гонка, интересно, можешь немножко прочитать стихотворение какое-нибудь любимое самое из этой темы? Ну, вот такое стихотворение необычно называется «О». Я сразу забыл первую строчку. Почему-то не настроился. Сейчас, ничего страшного, я сейчас помню. Кстати, тоже интересный момент. Поэт все свои стихи помнит наизусть. Нет, это самая большая проблема, потому что вот никогда не знаешь, где и что попросят прочитать, поэтому распечатанными их с собой не носишь, а приходится учить, периодически забываешь. Буква «О» — это ноль, небытие. Чур меня, чур, я черчу букву «О». Прячась от тьмы, замыкаю кольцо, и вот я начинаю отчет. Один. Моя жизнь как колесо. Я кручусь, будто белка внутри буквы «О». Два. Моих сил хватает едва, чтобы вдыхать вялой грудью «О-2». Нули наступают, нет ничего. Опошленные очи до смайла «О-О». Три. Для чего это? Ради чего? Приятель сегодня открыл «О-О-О». Он очень крутой, он рулит делами, он делает деньги с большими нулями. Давай же, приятель, рули. Глаза твои будто нули. Четыре. 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 Как тесно мне в беличем мире. Кому это надо? Зачем это надо? Я выбегаю на автостраду. Ауди. Вспышка. Легко. Смерть. Это «О-О-О-О». Пять. Пролетаю над автострадой. Жизнь — это гонка. Олимпиада. Погони за прибылью. Крупной и мелкой. Гонки, где против колес бегут белки. Пять олимпийских колец. Конец. Шесть. Всю свою расплескали мы веру. О! Как патроны внутри револьвера. Мы задыхаемся. Вкусно. Подробно. О! Как кольцо из шестерки патронов. Стартовый выстрел. Бег. Что за шутки? Опять это жизнь кольцевого маршрута. Но для чего же? Не радишь медали. Вжимали. Педали. Бежали. Орали. О! Ралли. Здорово. Мне понравилось. Причем, я так понимаю, гонка — это не только тема, но еще и стиль прочтения тихотворения. Стиль прочтения называется «Скороговорка». Но на гонку ведь тоже похоже. Ну, в этом тоже есть свой смысл. А вообще, как ты считаешь, поэт должен быть артистом? Не должен, но приходится. Потому что иногда людей тяжело заинтересовать, чтобы они пошли и почитали. И если уж человек пришел на поэтическое мероприятие, то перед ним приходится уже всякое извоображаться, чтобы как-то его заинтересовать. Я думаю, что часть наших телезрителей точно заинтересовались и обязательно придут на твое поэтическое мероприятие. Спасибо большое. Напомню, что сегодня у нас в гостях был поэт Тимофей Тимкин. И еще раз с праздником. Спасибо. Спасибо.